Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! На прошлой неделе группа Волощука СД, судя по комментариям, порадовала наших прекрасных женщин своей новой внеплановой медленной песней, которую мы написали и исполнили задолго до 8 марта. И после ваших теплых и восторженных отзывов на общем собрании группы, мы решили, что теперь будем постоянно радовать наших любимых и ненаглядных женщин внеплановыми, вневосьмимартовскими песнями. А вот мужские отзывы были более прохладными и даже, я бы сказал, слегка саркастичными. К примеру, маэстро Волощук Витя СД представляет своей многомиллионной армией ненакрученных фанатов очередного убийцу мировых чартов под названием «Любовь не станет смазкой». Ну что сказать, каждый дышит, как он слышит. Мы поем про счастье и маски, а кому-то слышится «Любовь и смазка». И мы рады, что в нашем творчестве каждый слышит что-то свое, близкое ему по духу. Поэтому мы с благодарностью и большой любовью ответили этому наверняка очень приятному во всех смыслах молодому человеку. «Сынок, мы всей рок-группой впечатлились. Как много знаешь ты про смазку и любовь. Наверное, стройный ты и очень милый. Мы рады, что поклонник у нас есть такой». Прохладные мужские отзывы привели нас к мысли, что наши суровые мужчины, наверное, обиделись, что мы для них не исполнили никакой песни. А ведь 19 ноября был международный мужской день, который придумали на островах Тринидад и Табагу. Но это наши парни зря обиделись. Мы, конечно же, помним об этом великом празднике, который придумали папуасы аж в 1999 году. И который поддержали ЮНЕСКО и Организация Объединенных Наций. Поэтому мы придумали новую песню, которая очень актуальна для многих мужчин, натворивших в своей жизни много прекрасных дел и вещей, в том числе и со своим здоровьем. Сама песня очень праздничная. И название у нее такое же – праздничное, которое звучит следующим образом. Как исправить все с вопросительным знаком на конце? Я думаю, что она должна порадовать очень многих, если не всех, зрелых самцов рода Homo sapiens. С праздником вас, дорогие мужчины! С Международным мужским днем папуасов! Песня прозвучит в эфире 25 ноября в 19.30. Не пропустите! Но это еще не все поздравления. Отдельно я еще желаю порадовать виртуозных гитаристов хэви-метал-попсо-шансонщиков, постоянно вызывающих меня на гитарные батлы. И хочу продемонстрировать им очередную гитару из моей коллекции. Я уже ее как-то показывал, но мало про нее рассказал, кроме того, что я привез ее из Амстердама. Это гитара Fender Stratocaster. Такая гитара со своим певучим голосом и очень своеобразным характерным тембром как нельзя лучше подходит для блюзовых вещей. Хороший гитарист, может быть, не отличит, где поет Маккартни, а где Леннон в песнях Битлз. Но певучий Fender Stratocaster отличит от любой гитары именно по ее неповторимому звучанию. Неспроста великие блюзовики, такие как Эрик Клэптон, играют именно на стратокастерах. Говорят, что у Клэптона в коллекции более 300 стратокастеров. Гитара, которую я держу в своих руках, сделана мастерами подразделения Custom Shop фирмы Fender в 2007 году к знаменитой и крупнейшей ежегодной выставке музыкальных товаров в калифорнийском городе Анахайм. Эта выставка проходит под эгидой Национальной ассоциации музыкальных торговцев, по-английски National Association of Music Merchants, или сокращенно NAMM. Особенностью этой выставки является то, что она делается не для обычных посетителей, а именно для участников музыкального рынка, производителей аппаратуры, инструментов, программного обеспечения, продюсеров, звукозаписывающих лейблов и музыкантов. Выставить свои инструменты или другие музыкальные товары на этой выставке очень престижно для любой компании. А так как представленную продукцию там рассматривают профессионалы, знающие в этом толк, то это заставляет любого производителя отбирать туда самые лучшие экземпляры. Вот это именно такой экземпляр. Модель 1957 года. Фирмой Fender была сделана ограниченная серия таких гитар именно к выставке NAMM 2007. Одна гитара из этой серии, вот именно эта, досталась мне. Потрясающий инструмент и по звуку, и по удобству игры, да и по модному на тот момент внешнему потертому виду. Вот в очередной раз порадовал наших виртуозных гитаристов хэви-метал-попса-шансонщиков гитарой из своей коллекции. Пусть дети порадуются за меня. Мне ж не жалко. Ну и на сегодня все. Еще раз поздравляю всех мужчин с Международным Папуасским Мужским Днем и желаю всем нам успехов на всех направлениях. Слушайте песню «Как исправить все», которая, повторюсь, прозвучит в эфире 25 ноября в 19.30. И радуйтесь жизни. До свидания, друзья!